Ну а в нашей студии уже сидят первые гости. Юлия Елисеева, заместитель директора по земельному хозяйству, город. Ну, в связи с реконструкцией набережной Салгир, мы видим, что часть деревьев пришлось все-таки удалить. Да, можем так сказать, попрощаться с ними. Ну, появится ли что-то на их местах новое, и как-то будем отделять, комментировать? Конечно, конечно. Мы планируем произвести высадку деревьев уже на... приблизительно даже накидали себе, и двигаемся по этому, по плану, на 19-20 год. Порядка 6 тысяч деревьев планируется высадить по всему городу, не только вдоль реки Салгир, но и... Куда до 20-го, да? Да, именно с 19-го и 19-й-20-й год. А цифра вообще впечатляющая. Я только представлю, 6 тысяч деревьев. Это, ну, как бы мы и так, можно сказать, одна из самых зеленых столиц, как мне кажется. Но вот были ли подобные случаи? Подобных случаев не было. Впервые так много, да? Да, это впервые так будет. А что это за деревья будут? Это будут липы, это будут клены, астролистные формы глобоза, круглые, шарообразные. Такие вы уже их видели на Пушкина, Гоголя. Гоголя, да. Вот эти клены, красивые олеи. Будут высажены также каштаны, непривычные для нашего города, мясокрасные они называются. Также мы планируем высадить, сделать живую изгородь из форзицы, из пиреи, которая будет вечно цветущая. То есть это будет не зеленая живая изгородь вдоль улично-дорожных сетей, а именно настоящая с цветочками, чтобы радовала глаз. А вот чем руководствовались, когда деревья выбирали? Они должны ведь, наверное, подходить к какому-то именно симферопольскому климату. Обязательно, конечно. Мы советовались с нашими и преподавателями в КФУ, и с профессорами на кафедрах биоресурсов. Советовались с... Ну, с рядом специалистами, да? Вот взвешенно подошли к этому вопросу. Которые посоветовали именно применить тот материал, который у нас здесь есть непосредственно в Крыму. Мы не будем закупать этот материал где-то в Краснодарском Крыму. Все крымские деревья, да? Все наше крымское, все наше местное, с наших местных питомников. Да, совершенно верно. Значит, из хорошего мы не завезем никаких вредителей, потому что, опять же, даже когда саженцы винограда. Я помню, последняя история с долгоносиками была не самая приятная. Было такое. А может, были какие-то обратные рекомендации? Типа, сказали, вы знаете, на опыте в минулый шеклет... Вот эту елку садите. Или, допустим, там, в последнее время у нас люди часто чихают от тополиного пуха, допустим. Его не стоит. Что не разрешали садить? Не разрешали садить? Ну, может, рекомендации такие были. Еще садоводам, наверное, так подсказочка слегка. Ну, например, кедр гималайский, например, он у нас не приживается. У нас больше всего, как бы, приживаемость идет, это кедр атласки для нашего климата, для города Симферополя. Вот, знаете, что меня действительно порадовало? Спасибо большое тем работникам, которые трудились. Кольцо недалеко от гостиницы «Москва». Прямо душа радуется, когда я иду на работу. Конечно, да. Преобразилась в Советской Конституции, да. Очень круто. Спасибо им большое, кто работал. Ну, я хочу сказать, что вот, пользуясь случаем, спрошу. Малею просто, когда вижу голубую ель, и вот видела возле администрации, она у нас высажена. А почему ее, допустим, не садят? Может быть, потому что она или дорогая в закупке, или все-таки не нужная, и выбирает там клён? Нет, почему? Ель сама по себе, как бы, очень, да, привлекает внимание, как бы, ну, очень прихотливая. И, к сожалению, как бы, вырастить ее, купить здоровое, большое, большимерное дерево огромное, да, и высадить его, и выходить очень сложно на самом деле. Был такой даже горький опыт у нас в том году, по-моему, в Гагаринском парке, да, сажали мы пихты. То есть, если ты маленький посадил, вероятность, что похитил? Нет, он может, наоборот, прижиться, быстрее корневая система. Если его не украдут, передайте. Да, у нас же тоже такой опыт был в этом году, по-моему, даже, когда, так сказать, недоброжелатели, в общем, похитили наших красивых красавиц. Ну, вот сейчас мы сделали, выходили с административно-техническим контролем на улицу Киевская, 124, и там у нас есть аллея из платанов, которая идет прямо к московскому рынку, да, и вот мы сейчас там проводили работы, высадили три можжевельника, которые нам, граждане, подарили города, и подарили 50 кустов хризантем. Мы сделали своего рода такую там клумбу, им культивируем землю, опять же, чтобы там не было этих стихийщиков. Ходят, восхищаются люди, народу нравится, и когда высаживали именно в день высадки, многие подходили и говорили, что не доживет до утра. Да. Да, все дожило, все, в полном объеме-то. А известно вот по суммам, сколько на все вот это вот готовы инвестировать в это дело? Суммы пока неизвестны, не могу сказать вам. Какой, давайте сразу объясним людям, может быть, вы знаете, какой штраф их ждет за то, что они будут вырывать деревья, которые посадили. Ну, примерно какое наказание? Административное в первую очередь, да? Административное, конечно. И денежное, вот если это первично, а если вторично споймает, то, наверное, уже идут другие меры наказания. Ну, мне кажется, это мелкое воровство, это около 5 лет может свететь. Это уже как хулиганка, наверное, скорее всего, да. В общем, нельзя этого делать, ни в коем случае. Ни в коем случае, да, нужно помочь городу обязательно. Если хочется, наоборот, подарить деревья, куда нужно обращаться? К нам. Вот давайте мы расскажем, куда идти. МБУ город, маршала Жукова, 44. Поэтому все, кто захочет подарить еще пару можжевельников, могут обращаться в МБУ город. Да, да. С удовольствием мы примем, высадим. Могут даже сами жители поучаствовать в высадке. Сейчас мы планируем еще, кстати, высадить аллею дружбы с Кабардино-Балкарией. Балкарская республика, это по улице Мичурина, прилегающая территория к Гагаринскому парку. Там вот будет высажено 40 дубов краснолистных. Юлия, ну мы вас так просто сегодня не отпустим. Мы вас сейчас приглашаем сфотографироваться с нами на нашей инсталляции, посвященной как раз-таки переходу на цифровое вещание. Проходим, которое вчера у нас свершилось. И в таком случае, разрешите, мы вас в центр скажем слово... Кедр. Кедр. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...